Мы с моим другом Витей Будет снимок на все времена Мы разделись до трусов Витек поставил фотоаппарат на треногу Установили выдержку Мы забрались с Витьком на льдину Широко улыбнулись И тут из-за тороса выходит огромный белый медведь С нас адреналином чуть трусы не сорвало Медведь подошел к фотоаппарату Обнюхал его, сел рядом А мы с Витьком как две фотомодели в мини-бикини Витек, плацая зубами, говорит Какая-то неправильная фотоохота Я ему говорю, а по-моему все правильно Белый медведь фотографирует двух дятлов на природе Витек говорит, а почему медведь, глядя на нас Все время лапой затылок чешет Я ему говорю, не может понять, почему тюлень не в трусах А если он на нас сбросится Мы разве успеем что-то сделать? Я говорю, конечно Успеем рассчитаться Витек говорит, на первый и второй? Я говорю, нет На первое и второе Тем временем стало резко холодать Витек спрашивает, ты сейчас о чем-нибудь жалеешь? Я ему говорю, жалеешь, у меня трусы без воротника Витек, плацая зубами, спрашивает А что ты предпочтешь, чтобы медведь начал нас съесть с головы или с ног? Я ему говорю, я предпочтю, чтобы медведь начал нас съесть с тебя Мы начали кутаться в трусы И я был приятно удивлен своей гибкостью Потому что мне удалось спрятать в трусы даже плечи Витек умудрился спрятать в трусы сразу и плечи и колени Вдруг Витек встрепенулся и говорит Слушай, а может это вообще самка медведя? Тогда давай спустим трусы, она застесняется и убежит Я ему говорю, на улице минус 40 Чтобы она застеснялась, когда мы спустим трусы У нее в лапе должно быть мощное увеличительное стекло Витек говорит, а я все-таки попробую И спустил трусы С меня И сразу стало понятно, что медведь самец Несмотря на то, что это был медведь, ржал он как лошадь Помнился, перед поездкой на полюс я мечтал увидеть полярного песца И теперь я понимал, что песец уже близко Тем временем температура упала до замерзания ртути Медведь натянул на себя мой пуховик И застегнул молнию Когда медведь стал натягивать на себя мои ватные штаны, мы поняли, что это шанс Мы спрыгнули со льдины, но медведь шустро натянул штаны и бросился за нами Мы с Витьком стали носиться по кругу вокруг торосов Витек сразу вырвался вперед Удивительно, какое преимущество в беге по льду Дают нестриженные на ногах ногти Где-то через час мы поняли, что спринтеров только двое Медведь сидит в стороне и зевая смотрит, как мы бегаем Мы остановились, медведь шагнул к нам И тут мы увидели, как к нам приближается начальник полярной станции Петрович Я вспомнил, что хищники обычно поедают больных и слабых Петрович был на костылях, издалека напоминал шашлык на шпажках Медведь, увидев легкую добычу, шагнул к жертве Петрович, завидев хищника, дал предупредительный выстрел Хотя ружья при нем не было Потом резко развернулся на 180 и показал медведю, что значит полный привод Костыли работали, как пропеллеры на Ан-24 Через две секунды Петрович ушел в точку И мы с Витьком опять остались с медведем один на один И вдруг наш замерзший фотоаппарат очень громко щелкнул Медведь испуганно убежал, и мы были спасены И теперь у меня дома в зале висит огромная фотография На которой мы с Витьком в трусах у торосов А рядом белый медведь в куховике И подпись над медведем Приезжайте к нам на Колыму И над нами с Витьком нет, уж лучше вы к нам Спасибо 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 Спасибо